Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета Российской Федерации. Инициатива была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путином в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию. Подробности в сюжете далее. В состав Госсовета будут входить председатели и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Участниками Совета станут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и глава регионов. Возглавит Госсовет президент РФ. Для решения текущих вопросов в деятельности будет сформирован президиум, персональный состав которого определяется председателем. Главными задачами Государственного Совета, как и прежде, является стратегическое планирование, такой орган, смесь власти, экспертов и населения через депутатов, которые обязаны определять стратегическое развитие страны на долгосрочную перспективу. Основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации – это определение приоритетов социально-экономического развития территорий, субъектов и в целом нашей страны. При Госсовете будут создаваться комиссии, а также рабочие группы и иные органы. Планируется, что Совет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ. Есть очень важные полномочия, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти. Например, когда субъект Российской Федерации дискутирует с органами местного самоуправления, такие случаи бывают. К сожалению, здесь вот эти вопросы могут решаться, в том числе и на уровне Госсовета. Хочу обратить внимание на то, что Государственный Совет не дублирует функции Совета Безопасности, Совета Федерации. Согласно инициативе, заседания будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает председатель. Также Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование. В своем решении орган может указать на необходимость внесения изменений в законодательство. Однако правом законодательной инициативы он не обладает. Комментируя свое мнение журналистам, представитель партии КПРФ высказал свое мнение о Госсовете. Я так понимаю, что Госсовет навеян событиями 612 года. Ну, наверное, представители конфессий должны включаться в Государственный Совет. И, наверное, представители политических парламентских фракций должны... Квалификации не могут включаться, а, наверное, должны включаться. В этот же день депутаты приняли закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 миллионов рублей. Увеличение ставки налога для богатых вступит в силу в следующем году. «Будет взыматься 15% ставка. Мы, конечно же, за это, но останавливаться нельзя. У нас, кроме больных детей, сегодня на помощь именно больным детям, неизлечимо больным иногда, пойдут эти миллиарды, порядка 60-70 миллиардов в год». Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества жителей страны за исключением ценных бумаг, а также на выплаты страховки по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Такие виды доходов будут облагаться, как и прежде, по ставке в 13%. Продолжение следует...